Да, потому что, опять же, Анастасии все машут, все здороваются и так далее, но просто Анастасия Давыдова, многократная чемпионка мира, многократная чемпионка Европы, многократная олимпийская чемпионка, единственная, по-моему, пятикратная, да, пятикратная олимпийская чемпионка, показываем пять, пятерка, пять, пять, и кавалер трех государственных орденов. Вы можете себе представить, какой человек сегодня у нас в гостях? Здравствуйте, Анастасия. Здравствуйте. Здравствуйте, Софья, здравствуйте, Алексей. Ой, она еще и нас знает. Ты представляешь? Жизнь удалась. Надо откачать зольно сейчас. Да, да, да. Анастасия не просто так у нас в гостях, потому что совсем скоро открывается Олимпийский центр синхронного плавания имени Анастасии Давыдовой, или уже открылся? Ну, на самом деле, сейчас мы на подготовительном этапе находимся и активно рекламируем Олимпийский центр для того, чтобы уже набирать детей. А как вообще пришла к вам эта идея создать Олимпийский центр синхронного плавания? Ну, наверное, на протяжении всей моей карьеры я чувствовала такую тягу к тренерской работе, и вот по окончанию последних Олимпийских игр, когда я завоевала свою пятую награду, мне захотелось, наверное, создать что-то свое для того, чтобы передавать мой бесценный, как я считаю, опыт. 23 года я тренировалась, 13 лет из этих 23 я была в национальной команде, побывала на трех Олимпийских играх, и мне казалось, что такой опыт обязательно надо передавать нашему подрастающему поколению, тем более, что синхронное плавание в России и тем более в Москве можно назвать, наверное, уже национальным видом спорта, потому что сборная команды России с 1997 года не проиграла ни одного международного соревнования крупного, в том числе четыре Олимпийских цикла подряд выигрывали Олимпиады. А что нужно для того, чтобы открыть центр по синхронному плаванию, Олимпийский центр? У вас есть имя, вас все знают, вы великолепная спортсменка, чемпионка, но любому спортсмену сейчас тяжело пробиться, да? Я имею в виду, много бюрократии, много каких-то формальностей. Вот с какими проблемами вы столкнулись при формировании вот этого центра? Ну, прежде всего, конечно, самое необходимое – это техническо-материальная база, потому что если нет бассейна соответствующего, то мы не имеем возможности тренировать деток. Конечно же, бюджетные деньги, потому что школа у меня государственная, не частная, и пришлось договариваться, пришлось рассказывать о моих планах, о том, как я буду воспитывать детей, обещать олимпийских чемпионов, в конце концов. Так. Ну, и благодаря, конечно же, поддержке руководства нашей страны, в том числе мэра нашего города Сергея Семеновича Собянина, при поддержке руководителя департамента физической культуры и спорта города Москвы Воробьева Алексея Олеговича, вот мой проект, можно сказать, что состоялся. Интересно, да, то есть вы говорите, если нет бассейна, делать нечего. Бассейн есть? На самом деле, с 1 сентября 2014 года Олимпийский центр будет базироваться в бассейне «Торпеда», который находится на улице Автозаводская, 21. Но буквально через год осваивается промышленная территория ЗИЛ, и там будет располагаться большой центр синхронного плавания Анастасии Давыдовой, который в себя включает две специализированные чаши по синхронному плаванию, четыре зала. И, в общем, всё, что нужно для того, чтобы растить олимпийских чемпионов. Вы простите, что мы вас так допрашиваем. Дело в том, что очень редко, когда сталкиваешься с тем, что спортсмен после завершения профессиональной карьеры так быстро переключается, потому что вы уже разговариваете не как пятикратная олимпийская чемпионка. Вы уже такой, ну, можно сказать, предпринимательный, предпринимательный, чиновник спортивный, который прекрасно понимает, что он будет делать. А вот когда у вас внутри это осознание пришло, что всё, спорт как спорт, он для вас закончился, и вот сейчас нужно двигаться дальше, новый уровень, новая ступень какая-то. Ну, вы знаете, после Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году у меня мой отпуск составлял ровно 8 дней. То есть я не мешкалась ни минуты, ни секунды. Я сразу приступила к тренировкам. Я тренировала в труде, где, собственно, я выросла. Ну, потом пришла идея уже создать что-то своё и руководить уже непосредственно тренерским коллективом. Поэтому я не теряла ни минуты. Это понятно, что вы не теряли ни минуты. Вот мне интересно немножко другое. Вы сейчас сказали, что в районе Зила будет две чаши, в которой будут заниматься наши девчонки синхронным плавом. Потому что я надеюсь, мальчишки всё-таки этим заниматься не будут. Просто мне бы хотелось знать, потому что мы наших синхронисток не видим в Москве вообще. Вот кроме каких-то новогодних там специальных, под это приуроченных в Олимпийском соревнованиях и соревнованиях, показательных выступлений, мы их не видим в Москве больше. Как быть с этим? Там зрительские места будут. Вот благодаря вот этому центру синхронного плавания у москвичей будет уникальная возможность наблюдать за всеми соревнованиями, начиная от первенства чемпионатов Москвы. И я думаю, что заканчивая даже, наверное, не чемпионатами, конечно, Европы и мира, но кубками точно, мы сможем проводить. 450 посадочных мест для зрителей предполагается в одном бассейне. Поэтому я думаю, что москвичи смогут поближе познакомиться с этим прекрасным видом спорта. Друзья, присоединяйтесь к нашей беседе 2760-932-2761. 2861-932, телефоны прямого эфира «Спорт.ФМ», но смс-портал 5533 в начале слова «Спорт». Пишите, пожалуйста, нам сообщение. Гуляш написал из Саратова. Женщинам разрешили участвовать почти во всех видах спорта. Почему дискриминируют мужчин? Помогите основать Федерацию мужского синхронного плавания. Началось. Гуляш, вам заняться нечем, простите, за грубость. В Саратове, видимо, Гуляш хочет заниматься синхронным плаванием. Ну, вы знаете, мне кажется, как я могу прокомментировать это? Наверное, если бы большое количество, огромное количество мужчин хотело бы заниматься, то давно была бы уже Федерация синхронного плавания. Я знаю, что у нас, например, в мире был такой американец Билл Мэй. Он великолепно плавал на очень высоком уровне. Но в связи с тем, что он был один, соответственно, его не допускали на официальные соревнования, такие как чемпионаты мира и Олимпийские игры. Хотя это было здорово. Ну, хотя бы показательные, да, либо, чтобы понять, что-то этого делать не надо. Да, нас в гостях напоминаю Анастасию Давыдову, наша звезда синхронного плавания. Ну, я не побоюсь этого слова, легенда уже синхронного плавания. Просто, Анастасия, вы сказали, что вы 23 года тренировались. На вид вам 25. Да, спасибо. Видите, как я хорошо сохранилась в бассейне плавая. А, это благодаря бассейну, да? Ну, конечно, вода, во-первых, вытачивает, оттачивает фигуру. Во-вторых, синхронистки не имеют вредных привычек, так как мы все время тренируемся. Вот, поэтому есть возможность хорошо выглядеть. То есть вы тренировались с рыбками вместе в бассейне, да, чтобы там вам все оттачивали. Интересно. К нам приходила совсем, да, Светлана Ромашина рассказывала, как у нее тренировки проходят. Вот вы помните свое состояние перед Олимпиадой в Лондоне? Поскольку часов проводили в бассейне и вообще, видимо, там день за неделю проскакивала. Да, наверное, один день длится в синхронном плавании очень долго, так как утро у нас раннее, вечер у нас очень поздный. То есть по факту у нас две тренировки, но мы называем это одна большая тренировка с перерывом на обед. То есть мы стартуем в 8.30 в зал, первая тренировка заканчивается где-то в 3.00 в 3.30, вторая начинается в районе 6.00, заканчивается в 10.00 в пол-одиннадцатого. Вот, то есть так мы работаем график у нас, пять дней мы тренируемся, один день отдыхаем. И фактически сборная команда России, девушки, которые особенно стоят в составе групповых упражнений, находится по 11 месяцев в году на сборе. Потому что такой вид спорта мы должны, это даже не командный вид спорта, это вид спорта групповой. То есть от каждой девочки зависит практически, я не знаю, 50% успеха, потому что стоит в поддержках заменить одного человека, и вся поддержка может рухнуть. Поэтому мы должны приспосабливаться на протяжении долгих часов, недель, месяцев и лет друг к другу для того, чтобы в итоге на Олимпийских играх показать фантастически выдающийся результат. А какая Олимпиада такой самой тяжелой для вас была? Первая, последняя? Вы знаете, наверное, последняя. Дело в том, что после Пекинской Олимпиады у меня в 2010 году был перерыв в год. То есть я не тренировалась целый год, я тренировала юниорскую команду сборную России. И, конечно, возвращаться было очень тяжело, потому что спорт, как и все в нашем мире, на месте не стоит. И программы усложняются, а мы, к сожалению, не молодеем с годами, тем более был пропуск. Поэтому мне очень тяжело было, конечно, нагонять. Полгода я тренировалась сама по заданию тренера. Анастасия, как вы это делали, вы расскажете нам чуть позже. Личный зачет у каждого свой. На Спорт.ФМ. Реклама на Спорт.ФМ. Сайт и мобильное приложение sports.ru. Это более 500 спортивных новостей в сутки. Результаты матчей, аналитика и интервью от лучших спортивных журналистов. Фото и видео. Общение с друзьями и болельщиками твоей любимой команды. Сайт и мобильное приложение sports.ru. Делаем спорт лучше. 18+. Телефон рекламной службы Спорт.ФМ. Ее существование. Анастасия Давыдова. Мы всех еще раз приветствуем. Пожалуйста, звоните, пишите. Ну и все вопросы для Анастасии мы зачитаем. И, собственно, сами можете задать их по телефону. Анастасия, вы сказали, что создается центр синхронного пламени вашего имени. Сначала будет на Торпедо, потом на территории ЗИЛа. А как туда попасть родителям детей, чтобы привезти? Я думаю, что многие после Олимпийских игр видят же наши победы и хотят своих девочек, своих дочек привезти туда. Как это сделать? Ну, у нас есть телефон, по которому каждый родитель может позвонить и записаться на просмотр. Если позволите, назову. Назовите. 8-925-244-00. Звоните, пожалуйста, каждый день, в любое время рабочее. И девушка запишет вас на просмотр. В конце августа я лично буду сама просматривать каждого ребенка и зачислять свою школу. А просмотр? Это что такое? Да, что такое просмотр? И со скольки лет надо приходить? Девочек мы принимаем с 4 до 7 лет, потому что, наверное, весь спорт молодеет, как художественная гимнастика и фигурное катание, так же и синхронное плавание. И приходят родители, приводят ребеночка, одевают купальничек, и тренер просматривает ножки, склонность к гибкости. Также очень важна в синхронном плавании склонность к плавучести, как ни странно, да, потому что абсолютно никакой связи нет между тем, что ребенок худой и плавучий. То есть даже пампушечка может быть плавучей. Поэтому мой совет всем родителям не делать заранее выводы, да, что, ой, мой ребенок не подходит. Приходите, мы посмотрим и расскажем, стоит вам заниматься синхронным плаванием, либо пойти в какой-то другой вид спорта. Вы тренировали, да, сказали, между Олимпиадами. А в какой момент решили все-таки попробовать себя в качестве тренера и тоже особый вид деятельности, быть наставником? Каким вы были тренером? Жестким, требовательным? Вы знаете, я была очень требовательным тренером. Я очень люблю дисциплину. То есть, как я спрашивала дисциплину со своих спортсменок, также и сама всегда была дисциплинирована как тренер. Я никогда не опаздываю на тренировки. Для меня это очень важно, и мне кажется, что в спорте половина успеха зависит от дисциплины. Но при этом дети меня очень любили. Уважали. Ну, помимо, наверное, моих заслуг как спортсменки, я уверена, что многие дети прониклись ко мне именно еще и как к тренеру. Потому что результаты мои дети показывали практически сразу. А как они вас воспринимали? Потому что такое имя... То есть, я понимаю, для любой девочки, которая занимается профессионально-синхронным плаванием, вы кумир по определению, пятикратная олимпийская чемпионка, да, Анастасия Давыдова. Ну, прям вот мурашки у меня даже бегут. И как они... Они о вас не боялись? Они могли с вами поговорить, что-то обсудить? Вы знаете, наверное, на первых порах, ну, это буквально недолго, пока ребенок еще не знает меня поближе, конечно, какой-то такой... Трепет. Трепет, да. Даже, наверное, не страх, а трепет присутствует. Но уже буквально через неделю ребенок чувствует себя абсолютно свободно, я абсолютно открыта для диалога с детьми, я стараюсь разговаривать с ними как взрослыми и сразу уже настраиваю их на победы, на хорошее выступление, потому что психологический фактор в синхронном плавании тоже очень важен. Мы очень много тренируемся, и вот те три минуты, которые девочки показывают на соревнованиях, конечно, они должны выполнить свое упражнение на максимум. Мне вот интересно, вот с какого возраста вы их учите общаться под водой? Ну, вы знаете, наверное, не то, чтобы мы их учим, а они сами приспосабливаются давать команды друг другу, дабы делать все синхронно. Плавать с дельфинами? Нет, вообще ни для кого, наверное, уже не секрет, что в синхронном плавании есть подводные динамики, каждая спортсменка слышит музыку под водой, причем это не только ритм, а музыка точно такая же синхронизированная, как и над водой. У нас каждая композиция считается либо по восьмеркам, либо по шестеркам, в зависимости от композиции. Каждая спортсменка знает, на какой счет, какое движение, в какой градус она должна выполнять. А когда вы все-таки решили принять участие на Олимпиаде в Лондоне, как ваша семья отреагировала? Потому что, понятно, это опять. Анастасия Давыдовна 11 месяцев уедет, и все, мы ее не увидим. Тут история. Если честно, моя мама поначалу была против, потому что она сказала, что дочка, ты уже четырехкратная олимпийская чемпионка, тебе главное сейчас здоровье, семья, тренируй, у тебя такая хорошая профессия. Но во мне было настолько стойкое желание, что я хочу продолжать. Мне казалось, что я вот еще не наплавалась. Я смотрела на детей, на которых я тренировала. Мне хотелось прыгнуть и показывать им непосредственно в воде. И, наверное, таким очень важным событием в 2010 году Будапешт, чемпионат Европы. Как раз я не принимала там участие. Я сидела дома, смотрела по телевизору. И когда я не нашла себя на педестале почета, я очень сильно удивилась. Вижу педестал, а меня там нет. Вижу педестал, а меня там нет. Я взяла купальник и пошла тренироваться. Всем своим родным сказала, что это даже не обсуждается. Мой муж, ну на тот момент мой жених, кстати, меня полностью поддержал, потому что, наверное, он тоже по жизни такой перфекционист. И он сказал, что это у тебя такая уникальная возможность стать пятикратной олимпийской чемпионкой. Я тебе во всем помогу. Я тебя буду морально поддерживать. Спасибо ему большое за это. Ну, а перед Олимпийскими играми в Лондоне у меня, наверное, стояла сверх задача, потому что я, помимо Олимпийских игр, готовилась еще к своей собственной свадьбе. Ух ты! Да, ни для кого не секрет, что мужчины, наверное, все-таки не так к свадьбе, как к девушке, да, относятся. Вообще, да. Купил костюм и готов. Да, весь... Еще до последнего, кстати, я его просила, чтобы он был в смокинге. Он мне до последнего говорил, что нет на меня смокингов. Не нашлось. Не нашлось, да. И только фактически в день свадьбы я уже поняла, что он его купил. Так вот, после многочасовых тренировок я приходила и в 11 часов вечера в интернете искала себе платье. Господи. Соответственно, вот 13 августа мы прилетели, 31 августа у меня была свадьба. Тут же прекрасно, что вы все успели. С какими эмоциями, да. Прекрасно, да. История, история, Леша. Вот это и была история. Ага. У нас есть Александр, у него есть вопрос. Александр, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Добрый день. Здрасте. Анастасия Семеновна, являясь вашим поклонником с самого детства, всегда следил за вашими выступлениями на соревнованиях, хотелось бы спросить следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, насколько трудно заниматься все равно плаванием, потому что мы видим все соревнования, хотелось бы узнать больше, наверное, более подробную информацию о тренировочном процессе. Спасибо. Мне кажется, я даже узнала Александра по голосу. Ну да, тот самый Александр. На самом деле тренировочный процесс синхронного плавания, особенно на сборах, очень сложный, так как у нас порядка двух часов идет зал. Это хореографическая подготовка, танцевальная подготовка. Обязательно девочки, которые участвуют в верхней, мы их так называем, в поддержках, это акробатика. То есть это в зале для акробатическом специальном девочки на лонжии прыгают на батуте. Также у нас подготовка плавательная. У нас практически вся сборная команды России по синхронному плаванию плавает по мастерам спорта. И только после всей этой длительной прелюдии начинается уже специализация, начинается уже синхронное плавание. Отработка программ доскональная. Сначала подсчет, тренер задает ритм, мы выполняем все упражнения для того, чтобы у всех отложился ритм в голове. Далее уже включает музыку. Обязательно каждую часть мы просматриваем на видео, потому что не все хорошо воспринимают на слух информацию многие визуалы. Например, вот я лучше исправляю ошибки, когда сама вижу свои ошибки. И, собственно, день за днем оттачиваем мастерство, приспосабливаемся друг к другу, улучшаем качество наших поддержек. Вечерняя тренировка, соответственно, это тоже отработка программ, так как в групповых упражнениях на Олимпийских игр есть техническая программа и произвольная программа. Вот, поэтому очень много времени уходит на это. Плюс, конечно, двойная нагрузка на девочек, которые стоят в дуэте. Да, серьезная нагрузка. Друзья и джентльмены! Реклама на Спорт-ФМ Мечты становятся реальностью в современном жилом комплексе Резиденция Утриш в Анапе. Квартиры, таунхаусы и земельные участки всего в пяти минутах ходьбы от моря. Комплекс расположен на огороженной территории по соседству с биосферным заповедником, дельфинарием и яхт-клубом. Единый бесплатный номер 8 800 700 ровно 2346. 8 800 700 ровно 2346. Проектная декларация на сайте Анапа-Море-Дом.ру Резиденция Утриш. Метро празднует 50. 50 лет. 50 лет больших скидок. В эту среду для тех, кто стремится к блестящему результату. Аппарат высокого давления Керхерка-7 с двумя насадками 13 999 рублей. Подробности по телефону. 8 800 700 177. Количество товара ограничено. You and Metro. Вы и Метро. Скажет даже Ярый скептик. Есть коттедж, так нужен Септик. Септик биологической очистки Биотанк. Новинка. Успей к сезону. Скидка 30%. Звоните. 495 788 77 25. В 7 утра нормальный русский только открывает глаза. А нормальный немец уже магазин. Что русскому хорошо, немцу еще один открывать. Только с 29 мая по 4 июня. iPad mini 16 гигабайт Wi-Fi 3G со скидкой 23% всего за 12 999 рублей. Грандиозное открытие нового Метеомарк. 29 мая в 7 утра. ТРК Vegas Corpus City. 65 и 66 километр Макат. Я-я. Выгода твоя. Яркое солнце, но еще не печет, а только пригревает. И тебе не нужно прятаться от него в тени. Добавл капучино, пожалуйста. Лето возвращается в Москву. Солнечные дни, теплые вечера. Как приятно посидеть с друзьями на свежем воздухе, на летних верандах кофе-хаус и заодно насладиться любимыми блюдами и напитками. Светной бульвар 21, строение 1. Сокольническая площадь 9, корпус 1. Кофе-хаус. Кофе. С Солнечкой. Личный зачет Алексея Золиной и Софьи Тартаковой. В гостях у нас замечательная Анастасия Давыдова. Мы с ней уже обсудили и открытие бассейна, да, с ее именем. Или это правильно, Центр синхронного плавания, да, правильно назвать? Центр синхронного плавания Анастасии Давыдовой. Центр синхронного плавания, заметьте. Имени Анастасии Давыдовой. А вот сразу вот так вот присвоили ваше имя или нет? Центру. Ну, практически сразу. Так как инициатором создания и строительства этого центра была я. Тот вопросов быть не может. Мы уже обсудили общение синхронистов в воде, а вот когда начинают зажимы делать, и насколько это больно. Что значит делать? Зажимы ставить на нос, я не знаю, как это называется. Одевать? Да. Ну, как только ребенок осваивает технику плавания, кроль, брас, дельфин, и приступает к изучению специализированных грибков для синхронного плавания, ему на носик уже одевают зажим. У деток зажим на веревочке привязанный, чтобы они его не потеряли. Вот, так как мы раны сейчас начинаем в 4 годика, они совсем маленькие еще, но уже в зажимах, в очках, в полном обмундировании для синхронного плавания. Так. А, Настя, знаете, что интересно, вы общаетесь вообще с родителями, потому что родители, которые отдают своего ребенка в большую спортивную такую, ну, школу, организацию, они все-таки надеются увидеть какие-то результаты, и не просто так отдают. Это все лукавство для развития. В 4 года, если человек отдает ребенка, он все-таки ждет каких-то результатов. Разные родители бывают. Иногда они требуют что-то, иногда сложные характеры. Вот вы общаетесь с родителями, получается, на этом? Да, конечно, мы общаемся с родителями, и надо отдать должное, что сейчас все больше и больше приходят родители заинтересованные, что очень важно, да, как раз они уже понимают, что да, синхронное плавание – это лидирующий вид спорта, что придется чем-то жертвовать ради этого. Ну, у нас такие родители, вы знаете, современные, настроенные на достижение самых высоких результатов, очень амбициозные родители, и поэтому, в принципе, наверное, даже нам это каким-то образом облегчает задачу, потому что они проявляют очень много инициативы, то есть если нужно ребенка дополнительно возить на акробатику либо на хореографию, они обязательно это все делают самостоятельно. И вот последнее, например, что сегодня было, это был звонок от одного папы, он меня очень, как сказать, удивил, наверное, папа предложил мне… Дело в том, что папа бывший циркач, да, то есть имеет специализированное образование, безусловно, растягивать деток, помогать. Вот, я была очень приятно удивлена. Ну, просто вид спорта очень тяжелый, физически непросто, и нужно заниматься, если хотят родители достичь каких-то результатов вместе с своим ребенком, да, с самого раннего детства. И, ну, получается, с одной стороны, ребенок очень многое получает, но, с другой стороны, он очень многое недополучает. Детство проходит. А что он недополучает, я извиняюсь спросить? Нет, я понимаю, что есть дисциплина. Шоколадки недополучают. Есть спорт профессиональный, но есть и детство, грубо говоря, с песочницы, со школой. Но вы понимаете, вот, что касательно детства, я абсолютно ни о чем не жалею. Я бегом бежала на тренировку, я пошла в школу с шести лет, и, соответственно, все мои сверстники оставались на продленку, спали, играли. И для меня просто была трагедия, если, допустим, мой тренер приболел, тренировку отменили, я оставалась на продленку, для меня это была реальная трагедия. То есть, мне кажется, что все-таки должны дети заниматься те, которые хотят, у которых есть желание. Не просто которых родители приволокли за руку, да. Хотя бывают и такие случаи. Например, наша трехкратная олимпийская чемпионка Ольга Брусникина 8 лет с криком просто ее мама заводила в бассейн для того, чтобы она научилась плавать. И потом, какой любовью, да, связала синхронное плавание Ольгу вот с водой и вообще со спортом высших достижений. Поэтому, с одной стороны, ребенок, безусловно, должен хотеть заниматься синхронным плаванием, да. Но задача родителей – показать, что такое синхронное плавание, привести на отбор. А задача, безусловно, первого тренера – это привить любовь к этому виду спорта. И желание тренироваться дальше, достигать самых высоких результатов. Друзья, телефон, напомню, 276-0932-2761-932-495, код-города Москвы, но смс-портал 5533 в начале слова «Спорт». Да, вы говорите, что вы всем довольны. А вот у вас сейчас вообще есть какие-нибудь хотя бы выходные? Я уж не спрашиваю про отпуск. Ну, отдыхать приходится редко. Да, тем более на начальном периоде, да, когда школа только зарождается, когда Олимпийский центр синхронного плавания зарождается. Конечно, сейчас очень много работы, вот. Но мне это абсолютно не в тягость, а даже в радость, потому что это моё собственное детище, которое я буду растить, наверное, как своего родного ребёнка. Но вы увлекающийся, да, человек? Если вы занимаетесь делом, вы отдаётесь полностью ему. Да, я увлекающийся человек, и если мне это дело нравится, и, знаете, мне кажется, что, наверное, даже такое слово могу применить, я вот фанатею от синхронного плавания. Мне кажется, что синхронное плавание – это дело всей моей жизни. И, конечно, мне очень важно, чтобы я смогла передать как можно большим деткам свой опыт. СМС прочитаю. Анастасия, можно ли в Чехове, в СК Олимпийском, воспитать будущую чемпионку? Вы рассматриваете там претендентов, Сергей написал. Безусловно, Сергей, потому что в Чехове руководителем Чеховской школы синхронного плавания является Ольга Брусникина, трёхкратная олимпийская чемпионка. В 2004 году она создала свою собственную школу в Подмосковье, и уже первые плоды мы можем видеть сейчас. Вероника Калинина, девочка 99-го года рождения, уже попала в команду национальную и будет представлять и защищать честь Российской Федерации уже на крупных соревнованиях международных. Поэтому, Сергей, дерзайте, не дерзайте, и ваш ребёнок достигнет многого под руководством олимпийской чемпионки. Ещё сообщение. Анастасия, наши тренеры работают за границей. Если да, то это плохо. Восклицательный знак. Мне хотелось бы раскрывать своих секретов. АПЦСК написал. Работают за границей? Да, про утечку кадров. Работают, конечно, за границей. И чего тут далеко ходить. Моя напарница Анастасия Ермакова сейчас работает в Италии, в клубе. Также консультирует и национальную сборную команду. Я ничего не вижу в этом плохого. На самом деле. Потому что каждому, наверное, своё. Я не вижу ничего в этом плохого. Что мы делимся опытом с иностранцами. И что российское синхронное плавание – это бесспорный лидер в мировом синхронном плавании. Да, мы бесспорный лидер. Мы всё время выигрываем. Но вот как быть дальше? Вот сейчас натренирует Ермакова итальянок. И как? Они нас обыграют? Или нет? Ну, дело в том, что в России чем сильна наша школа, это традиции синхронного плавания, что мы с детства уже придаём большое значение каждому элементу. И если, например, в сборной команды Испании девочка только начала заниматься в 14 лет, то у нас Светлана Ромашина, трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, в 15 уже была чемпионкой мира среди взрослых. То есть это говорит о том, что всё-таки, наверное, мы пока впереди планеты всей. Дай бог, это будет продолжаться. Я, по крайней мере, приложу все усилия максимально для того, чтобы было так. Татьяна Николаевна Покровская, человек, который олицетворяет синхронное плавание. Как вы думаете, без Татьяны Николаевны изначально бы не было этого вида спорта в России? Это её тоже, как вы сказали, фанатизм отчасти? Ну, вы знаете, Татьяна Николаевна, конечно, сколько она сделала для национальной команды России по синхронному плаванию, наверное, мало кто сделал в нашей стране. Но не хотелось бы забывать и про других тренеров. Дело в том, что в 1997 году под руководством Ольги Ивановны Васильченко и Марии Николаевны Максимовой и наша команда выиграла нашу первую золотую медаль на Кубке мира в Перте. Также Татьяна Евгеньевна Данченко, наш тренер, которая тренирует индивидуальные виды, под руководством которой я, в общем-то, и выросла и выиграла две золотые медали в дуэте. Анастасия, скажите, пожалуйста, вот, допустим, в Европе, опять же, как вы правильно заметили, кто-то в 13 лет только приходит в специализацию, до этого они там плавают, что-то делают. А для нас важен результат уже в этом возрасте? То есть мы уже готовим победителей или мы всё-таки сначала развиваем личность, а потом победителей готовим? Скорее мы делаем это всё одновременно. Мы готовим победителей и развиваем личность сразу из детства. И, безусловно, как я уже сказала, мы уже на маленьком этапе детей настраиваем на соревновательность, чтобы они могли быть стрессоустойчивы, чтобы они на соревнованиях воспринимали не как что-то из ряда вон выходящее, а как просто пункт, где нужно показать то, что ты добился с твоим тренером. И, безусловно, по всем возрастам мы уже в мире, начиная от девушек, это возраст 13-15, заканчивая юниорской командой 15-18. Мы выигрываем буквально всё в мире, это ни для кого не секрет. У нас по девушкам отрывы бывают в индивидуальных видах, таких как соло и дуэтах, по 7-9 баллов. То есть, чтобы вы понимали, в синхронном плавании этот отрыв просто невероятный. Когда мы на Олимпийских играх выигрываем полтора балла, это считается пропасть. Ну а здесь, сами судите, 7-9 баллов. А здесь космос. В этом возрасте нам вообще нет равных. Поэтому, соответственно, наша школа, она крепка с самого начала, с детства. Золин, Тартакова. Твоё личное мнение на Спорт.ФМ. Личный зачёт тут. 4-4-2 или 4-3-3? Загадка для дилетента, который в 2010 году начал выступать в Донбасс, получила право принимать чемпионат мира по хоккею. Спасибо, Дмитрий. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Алёшка! Алёша! Алексей! В личном зачёте на Спорт.ФМ! На Спорт.ФМ! Личный зачёт на Спорт.ФМ с Алексеем Золиным и Софьей Тартаковым. В гостях у нас Анастасия Давыдова. Анастасия, вот Павел задал вопрос на смс-портал 5533. Начинается с лоу-спорт. Как дорого обходится обучение ребёнка? Хотя вы вроде бы говорили, что это государственная школа. Да, школа государственная и тренировки бесплатные. Бесплатные. А как понять, чем ребёнку лучше заниматься? Как разобраться, что девочке интересно именно синхронное плавание, а не гимнастика или что-то ещё? Канонир спрашивает. Ну, мне кажется, что надо попробовать, наверное, ребёнку. Во-первых, да. Во-первых, да. Потому что, сидя на диване, ребёнок не может определить, интересно ли мы этим заниматься или нет. Во-вторых, хочу сказать, что синхронное плавание – это настолько разносторонний и развивающий вид спорта. Это и танцы, и хореография, и плавание. Все детки маленькие, как правило, любят нырять, любят танцевать. Девочки любят быть красивыми, заниматься хореографией. Ну и, конечно, хотелось бы сказать, для родителей, у которых ещё есть какие-то сомнения, отдавать своего ребёнка в синхронное плавание или нет, это, наверное, наименее травматичный вид спорта. Так. То есть практически в синхронном плавании получить травму – ну, это, наверное, что-то из ряда вон выходящее. Вот. Поэтому для всех родителей, которые переживают за здоровье своих деток, можете не волноваться и смело отдавать их в синхронное плавание. Угу. Ну, надо сказать, что все любят нырять, не все любят вынырять. С этим-то как делалось-то обстоит? Ну, да, нырнул, и как-то не очень получилось вынырнуть. Вот дальше вы смотрите за этим, или есть какие-то там спасатели? Ну, во-первых, нет. Ну, во-первых, в бассейне всегда присутствует инструктор. Во-вторых, по правилам безопасности спортсменки, и тем более маленькие детки, вообще на бортик бассейна не выходят без тренера. А, безусловно, всю тренировку тренер находится на бортике ни на секунду, не покидая, потому что мы все понимаем, насколько это опасно. Вот. Поэтому под квалифицированным наблюдением тренера с ребенком ничего не случится. Анастасия, а как все-таки музыкальное сопровождение во время обсуждения выбирают девушки? Потому что, ну, если мы про группу говорим, то вообще у каждого свой вкус, у каждой девушки свое представление о том, как должна выглядеть программа. Есть споры какие-то? Ну, безусловно, споры бывают. Ну, прежде всего, наверное, уже когда на таком, на профессиональном, на высоком уровне, где участвуют непосредственно сами спортсменки, надо определиться с образом. Да. В каком образе мы хотели бы сами себя видеть на соревнованиях. Второе, что является очень важным, что делают твои соперники, да, чтобы сыграть на разнице в музыкальном сопровождении. Ну, и третье, конечно, мы всегда стараемся следовать каким-то новомодным тенденциям, да, и неспроста вот музыка на Олимпийские игры в Лондоне была выбрана шоу-балета «Тодос», да, скомпилирована профессионально, и мы смогли создать некий такой свой образ, который мы назвали «Затерянный мир». Вытекает два вопроса. Как вы узнаете про музыку у конкурентов? Да. Шпионите. И второй вопрос. А ваша любимая программа какая? Ага. Сток Олимпиад, сток Шпионов мира. Ну, по поводу соперников, безусловно, мы их всех отслеживаем в интернете и в Ютубе, благо. Класс. Благо сейчас все не скупятся, да, и выкладывают все свои выступления в интернет. Кто шпион-то главный? Кто у нас шпион главный? Сборный. Да, вы знаете, я знаю, что вот Наталья Ищенко, она очень любит, да, так посмотреть в интернете, потом сказать «Испанцы делают то-то, китайцы делают то-то», хотя китайцы шифруются, их очень сложно найти. У них нет интернета. Только... И нельзя, да. Возможно. Только если кто-то их снимает и нам выкладывает. Ну, а что касательно моей любимой программы, то, наверное, дуэт, безусловно, это «Грик». Это последнее мое выступление на Олимпийских играх в Пекине в 2008 году с Анастасией Ермаковой. А групповые упражнения, конечно, это лондонская программа «Затерянный мир». Мне кажется, что она и по сложности, и по находкам она наиболее привлекает меня. Вы с Настей Ермаковой, наверное, без слов друг друга понимали и понимаете в повседневной жизни. Ну, фактически, да. С полувзгляда мы уже знали, как нам сделать, и многие даже удивлялись, потому что мы даже на разминке, когда не давали музыку, мы никогда не считали и делали всегда всё синхронно. То есть это настолько уже чувствуешь свою напарницу, что уже ни слов, ни музыки, ни счёта, ничего не надо. А в повседневной жизни это помогало как-то? Ходите в ногу, нет? Да. Ну, вы знаете, возможно, что мы, она в Италии, а я в Москве, и ходим синхронно. Я не знаю. Вот интересно, если вы в одно время выходите из дома, вот этот забавный вопрос. Ну, я боюсь, что у нас разница небольшая временная, вот, а так возможно, что мы синхронно что-то с ней делаем. Друзья, я напоминаю, телефон на прямом эфире 2760-932-2761. 932, у нас есть буквально там ещё 5 минут, чтобы с Анастасией Давыдовой пообщаться. И смс-портал 5533 в начале слова «Спорт». Анастасия, давайте ещё раз всё-таки очень много вопросов по поводу вашего олимпийского центра, да, синхронного плавания. Давайте ещё раз напомним нашим слушателям, нашим родителям прекрасным, как же можно записаться к вам на просмотры, на тренировки. Да, уже сейчас. Можно вообще это сделать сейчас? Уже сейчас, буквально, вот, сегодня можно звонить по телефону 8-925-244-00, и вас обязательно запишут на просмотр на август месяц. Замечательно. В августе будет ближайший просмотр, да? Да, с 18 августа мы уже начинаем просматривать деток, и занятия начинаются с 1 сентября. Получается, вы целый день будете смотреть на детишек? Так. Но по телефону мы будем назначать время, в которое каждый родитель может привезти своего ребёнка, дабы не было столпотворения. А просмотр это несколько дней получается? Это чуть ли не неделя, да, наверное? Ну, дело в том, что, как правило, не только двумя неделями, да, августа ограничиваются родители и звонят, и приводят детей. Я думаю, что до ноября месяца мы будем просматривать деток и приглашать на просмотр. У вас такие планы большие в любом случае. Видно, что вы не просто мечтательница, да, не просто фантазируете. Вы ставите какие-то цели, к ним конкретно идёте и выполняете. А что в дальнейшем у Анастасии Давыдовой должно получиться и реализоваться? В дальнейшем, ну, самая, наверное, моя большая мечта – это подготовить спортсменов к Олимпийским играм и, естественно, завоевать золотую награду. Без этого никак нельзя. Мне кажется, у нас в синхронном плавании есть награда одного достоинства – это золотая медаль. А страшнее, волнительнее выступать либо следить за своими подопечными? Вы знаете, когда мне тренеры говорили, когда я ещё выступала, что «да что вы там? Вы вышли, и всё, вы уже в программе, вы работаете, а вот мы тут умираем». Мне казалось, да нет, не может быть. Но действительно приходится даже пить успокоительно, и я никогда не думала, что я буду так переживать. Потому что ты, когда тренируешь, ты это делаешь не машинально, ты вкладываешь в свою душу. А когда ты вкладываешь во что-то свою душу, тебе настолько важен результат, что, безусловно, ты очень переживаешь, потому что в эти минуты ты уже ничем своим спортсменкам помочь не можешь. Ну, вы понимали, что они сейчас чувствуют, наверное, да, выступая? Конечно, конечно. Теперь у нас тренерская солидарность. Ну и коротко, Анастасия, скажите, а какое оптимальное количество девочек на тренировке, с которыми оптимально можно хорошо поработать? Ну, что касательно групп начальной подготовки, это порядка 15 человек группа, с которыми можно хорошо проработать и в зале, и на воде. Поэтому я не планирую увеличивать группу до 20-25 человек. И в дальнейшем с каждым годом группы, естественно, сокращаются. То есть будете выгонять нещадно? Нет, не будем выгонять, а будем распределять по времени, для того, чтобы тренер мог уделить внимание каждой спортсменке. Спасибо вам огромное, Анастасия, что к нам пришли. Это был замечательный час, который пролетел очень быстро. Анастасия Давыдова самая, наверное, титулованная спортсменка нашей страны, да, и награждена еще и тремя орденами. Спасибо огромное. Всего вам доброго, успехов вам в вашем начинании, да, и надеемся, что ваш Олимпийский центр будет существовать долго и приносить радость всем. Спасибо. До свидания. Чет, не чет. Личный зачет на Спорт-ФМ. Ледяные просторы, белые искры в глазах, девственный снег скрипит под ногами, а воздух такой, что, кажется, сожми его рукой, и он тоже захрустит. Это север. Путешественница, гид по ледяным странам Ольга Хроманян вместе с нами в экстремальном парке на Спорт-ФМ. Во вторник, 27 мая в 13 часов. Слушай «Спорт». Ваш Арташе Сантанян. Реклама на Спорт-ФМ. Чемпионат мира 1978 года проходил в Аргентине, и ничего удивительного не было в том, что хозяева турнира дошли до финала. Подобное вообще случается часто, а в те времена было чуть ли не обязательным элементом программы Мундиале. Второй раз подряд хозяевам противостояли в финале звездные Нидерланды. Четырьмя годами ранее они уступили немцам, и Йохан Круив остался без главного приза мирового футбола. На этот раз летучего голландца в команде уже не было, но и другим игрокам ранее победить хотелось ничуть не меньше. Изнывавшие в ожидании стартового свистка европейцы возмутились было против затягивания стартовой церемонии, но аргентинцы пригрозили нажаловаться на запрещенный гипс на руке Ванда Керкхофа, и гостям пришлось утихнуть. Матч выдался искрометным, и голландцы имели возможность завершить его в свою пользу. Забей Рензенбринг на последних секундах. Но удар пришелся в штангу, а в дополнительное время хозяева поднажали и сделали счет 3-1. Сокрушенные голландцы отказались выходить на послематчевую церемонию, и судьба наказала их за это. В следующий раз они дошли до финала чемпионата мира только 30 лет спустя, и опять проиграли. Авальман – это элемент техники в горных лыжах, который помогает проходить быстрые повороты. На скоростях, которые развивают горнолыжники, центробежная сила на поворотах исключительно высока, и чтобы ее преодолеть, нужно разгрузить лыжи, уменьшить воздействие веса спортсмена на них. Простой способ сделать это – в момент прохождения поворота подтянуть ноги к туловищу. Затем вес переносится на заднюю часть лыж, и тогда давление на поверхность заметно уменьшится. Телефон рекламной службы «Спорт.ТМ» 620-46-64. Код Москвы.